В Рязанской области после обильных ливней многие реки вышли из берегов. В некоторых районах наблюдаются подтопления. В настоящее время сотрудники МЧС следят за ситуацией для того, чтобы обезопасить граждан и их имущество от наводнений. Центр управления кризисных ситуаций, главного управления круглосуточно мониторит поводку и обстановку посредством датчиков, которые установлены на реках и они автономно выведены на Центр управления кризисных ситуаций. Кроме этого, спасателями совершаются регулярные вылеты на самолетах для того, чтобы можно было вовремя отреагировать на новую проблему. Очередная подобная проверка прошла 5 июня. Сотрудники МЧС побывали в нескольких муниципальных районах. Провели авиационный мониторинг поводковой обстановки, пролетели по территориям четырех муниципальных районов. Это Кораблинский район, Сапожковский район, Путятинский район и Скопинские районы. На территориях этих районов потоплены низководные мосты. Всего на контроле остается 8 низководных мостов. За этими мостами ведется особое наблюдение. Спасатели говорят о том, что в данный момент ситуация с подтоплением не является критической, но находится на контроле. Они отметили, что поводок – это циклический риск. Предыдущие затопления происходили совсем недавно. Весной этого года также мы проходили поводок и четыре низководных моста было потоплено. Ущерба населению и приусадебным участкам жилым домам не было. Сотрудники МЧС отмечают, что несмотря на обильные осадки, которые рязанцы наблюдают в последнее время, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Поэтому спасатели рекомендуют всем жителям региона соблюдать осторожность при обращении с огнем и не разводить костер на природе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!